И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик пойдет на тему нового дрона, на тему дрона, который называется Гиперион, который уже анонсирован в видеоблоге, видеоблог у нас вчера был. И у меня есть определенные мысли по этому поводу, да я думаю, что и у вас есть какие-то вопросы, какие-то предположения. И я сегодня попытаюсь высказать вам свою точку зрения, как оно будет все выглядеть. Не стал я уже вставлять тот момент видеоблога, где рассказывалось про данный дрон. Расскажу свое мнение, возможно вы в комментариях также напишите свою точку зрения, как я уже и сказал. В общем и целом ситуация у нас, ребят, следующая. Появляется у нас в игре новый дрон. Явно говорят о том, что это будет какая-то лютая имба. И я не могу с этим не согласиться, потому что уже есть инфа о том, что он будет дорого стоить, что он только для легенд. Это очень важный фактор, потому что по сути, когда делается дрон только на одно единственное звание, при том, что уже даже там в видеоблоге говорят, что это реально какая-то лютая имба. Да, может быть не все так круто, как рассказывают нам, Но в общем и целом это явно внесет коррективы в наш матчмейкинг, потому что, ну по сути, как вы знаете, в ВВПшках нету таких... Такое большое количество вообще карт, где играют ребята с дронами, поэтому это идет исключительно акцент на матчмейкинг. Так что же тут удивительного? Кто не знает, ребят, Гиперион это дрон, который будет выключать кулдаун вашей расходки. Да, кажется, что у вас, ну как будто ее не будет, то есть прогорела нарка, прогорела та же аптечка, мина, которую вы поставили, вы сходу сможете поставить следующую. Да, это так будет работать, только при фулл прокачках данного дрона, и то, я думаю, что все равно будет какой-то минимальный процент кулдаун. Если же его вообще не будет, то это, грубо говоря, паркур. Но, я тоже подумал сходу, знаете, не дослушав до конца, что это прям реально лютая имба, то что, блин, как это, паркур в матчмейкинге без кулдаунов, дрон, это же вообще бред какой-то. Но потом нам говорят одну вещь, то, что с данным дроном у вас будет тратиться дополнительная расходка. То есть вы, например, прожимаете аптечку, и какое-то энное количество аптечек также у вас еще будет тратиться, как только вы нажмете следующую аптеку. То есть если у вас, например, кулдаун там вместо 15, грубо говоря, секунд, станет 5, то есть за счет этого дрона, вы когда прожмете свою аптечку, у вас потратится батарейка, ну, которая тратится за одну минуту одна, и плюс потратится энное количество припасов. Что касаемо припасов, я думаю, что это будет количество потраченных припасов будет расти в зависимости от того, насколько круто у вас прокачан данный дрон. И это будет один из параметров микропрокачек. То есть, например, у вас будет кулдаун прокачиваться от 15 секунд до, например, нуля. Ну, блин, ну это так сказали в видеоблоге, но мне реально очень сильно верится в то, что будет реально 0%. Вернее, 0 секунд перезарядка. Ну, это же бред. Это, грубо говоря, реальный паркур. То есть, у меня закончилось... Вернее, у меня надо включить аптечку, я прожимаю аптечку, у меня сходу появляется следующая аптечка. Она может так работать. Но тогда обстает следующий вопрос. Если она так работает, то какое большое количество припасов должен хавать у вас этот дрон? Вы просто представьте, вы вдумайтесь, да? Вы неубиваемый танк. Это значит, что с данным дроном у вас должно тратиться, грубо говоря, с одной аптечки, плюс тратиться еще 10 аптек. Ну, хотя бы, ну, чтобы это было логично. Потому что это реально, ну, неубиваемый танк. И для того, чтобы ты жал по КД эти аптечки, у тебя должно их тратиться реально большое количество. Тогда это будет реально логично. Я для себя составил вот такую вот цепочку и почитал, что, грубо говоря, за день, если так, ну, усердно посидеть, звездочки побить, как я бывает, бью там, ну, часика 3-4 в игре, когда мне это надо, то за это количество времени у вас потратится приблизительно, ну, может, 5000, может быть, чуть больше аптечек. Если, грубо говоря, с этим дроном у вас будет по одному включению аптечки тратиться сразу десятка. Согласитесь, это довольно большое количество. Да, оно дает плюс. Но при этом у вас будет тратиться нереально жестко нарко. И не каждый захочет использовать данный дрон. Это реальный плюс для донатеров, для тех людей, которые вкладывают деньги в игру. И это еще один более правильный, я бы сказал бы, ход от разработчиков игры. Все мы хотим зарабатывать деньги, и я отлично понимаю, что это может стать еще одной такой вот задумкой разработчиков, за счет которой они смогут зарабатывать деньги. Потому что ни для кого не секрет, раньше арабы в игру вкладывали очень большие деньги, только покупая нарку. Что касаемо сейчас, я не знаю, честно говоря, какое большое количество танкистов покупает нарку, но я могу предположить, что такое количество тоже имеется. При том, что у нас сейчас переделали магазин в HTML-версии, я, к слову, не заходил в него, там появилась витрина, и все сделано именно, исключительно, для покупки расходников. Улавливаете цепочку? Расходники. Новый дрон, который хавает припасы. Грамотное, обдуманное, взвешенное решение, и мы получаем на выходе то, что хочешь, не хочешь, вернее, хочешь нагибать, покупай нарку. Не хочешь нагибать, тогда страдай. Поэтому, это всего лишь мои какие-то домыслы, возможно, в какой-то степени где-то я могу ошибаться в чем-то, но я вижу это именно так. Ко всему этому, в видеоблоге сказали простую вещь, то, что цена на данный дрон будет значительно выше, нежели стоимость всех предыдущих дронов. То есть, я также смею предположить, то, что данный дрон будет стоить в размере, может быть, миллиона, может быть, двух миллионов. Что касаемо МПК, если у нас обычный дрон с 50% скидками можно за МПКшить за 2 ляма до фула, то по данному дрону мне хотелось бы верить, то, что на его фул микропрокачку нужно будет потратить ну, хотя бы 5 миллионов. Также, какие параметры у нас будут прокачиваться. Я думаю, что какие-то моменты вы уже услышали то, что я сказал. Это то, что с каждой последующей вашей прокачкой у вас будет пожираться больше ваших припасов. То есть, например, у вас нулевый припас, вернее, нулевый дрон хавается там 3 расходника, фуловый припас тратит, фуловый дрон тратит уже, например, 20, грубо говоря, расходника. Также у нас будет прокачиваться время вашего кулдауна, то есть, изначально оно будет, например, там секунду 15 и будет прокачиваться, ну, как сказали, до нуля, но мне в это, ну, реально мало верится. То, что можно будет прокачать дроны, у тебя не будет кулдауна, это будет паркур. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Мне очень интересно, мне очень интересно, как оно будет выглядеть, если реально у тебя может быть нулевый кулдауна, припаса, то цена должна быть очень, очень, очень большая, даже при том раскладе, то, что, например, там будет хавать, как я сказал, 10 аптечек, когда ты будешь прожимать с этим дроном свою аптеку дополнительную, да? Это все равно много. Это все равно много должно стоить, если оно будет стоить каких-то там, грубо говоря, там миллион, плюс МПК, там 3 миллиона, да, чуть-чуть больше, чем простые, простые дроны, то это изменит кардинально баланс в игре, я имею ввиду именно матчмейкинг, потому что, ну, что касаемо ББП, вы уже, вы, вы, наверное, уже понимаете, то, что играя даже в игру, то, что и ребята, если играют, то играют какие-то такие карты, где не используются у нас дроны, да, и если на Нарке, тоже, мне кажется, что мало кто их использует, поэтому это исключительный матчмейкинг, интересно будет посмотреть на все это дело, и я надеюсь, что кому-то я точно разъяснил всю эту темочку, как она будет работать, что будет добавляться, что будет меняться с приходом данного дрона, и будем, конечно же, ждать, когда уже у нас он появится, и я думаю, что сходу будем его покупать, будем его прокачивать, я думаю, что до нового года он появится, и если оно так и будет, то придется все равно ждать скидок, как ни крути, если цена большая, каким бы я не был бы там кристальным миллионером, у меня не будет возможности выкачать его фулл без скидок, это вы сами отлично должны понимать. Пишите свою точку зрения вообще по этому поводу, по дрону Гиперион, и если на данном видеоролике наберется давайте сто лукасов, то я, как только появится дрон, куплю его, сделаю обзор на данный дрон, и расскажу вам вообще, стоит его брать, не стоит его брать, насколько он будет имбовый при прокачках, и вообще, как оно все делает, и будет работать, и будет ли вообще он убыточный, это, наверное, самый главный вопрос сейчас для меня. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел данный видеоролик до конца, не забывайте прожимать лайки, писать свои комментарии по данному поводу, свою точку зрения. С вами был мистер Ванька, всем спасибо, пока.